...сережнее, да, уже 72 часа собраться, я имею в виду адвокатом, юристом, максимально еще в первую очередь, чтобы был полезный коэффициент, полезное действие был максимально. Для того, чтобы потом, если мы начнем собирать какие-то подписи, я имею в виду в дальнейшем, да, выходит людей, чтобы они нам сказали, знаете, ребята, вы уже там пятые, седьмые, восьмые, идите, отдыхайте. Поэтому можно. Сама идея правильная, и она соответствует одному из пунктов манифеста, который здесь мы с вами подписали, я имею в виду члены от Громадской Рады Майдана. Поэтому идея правильная, 72 часа, давайте опишемся, когда рабочая группа соберется, максимально забьет гвозди, максимально вытащит и запустит его в этот проект в жизнь. Олег, я насправді, я против этого, потому что эти обговорения продолжают уже очень долго. Но если Громадская Рада Майдану скажет доопрацювать, порадиться, я, конечно, пойду на это. Но нужно какой-то час ставить крапку и действовать. Понимаете? Александр, я прошу прощения. Те предложения, которые я вам дал, к сожалению, да, вот, моя точка зрения, вы сказали, ну, не потому что это моя точка зрения, да, они не были врахованы. Часть из них я учу, часть нет. Сам процедура, поэтому я вас прошу, давайте вот всех, кто является членом Громадской Рады Майдану, кто и имеет юридическое образование, завтра соберемся и максимально проработаем. Это очень хорошая идея, очень правильно. Просто она должна быть очень правильно продана и должен быть результат вот этого действия. Нельзя терять время. Я согласен, я могу терять время. Я просто скажу подальше идеи Влада. Просто Конституционный суд подается, решение Викторина вознается антиконстантином и Влада завершается при своем. Я это предусмотрен. Давайте получать роман. У меня два вопроса. Первый. В какие сроки вы планируете собрать подписи? И есть ли у вас для этого ресурсы? Ресурсов у меня для этого нет. Если меня не поддержат граждане Украины, то эта идея моментально исчезнет. Потому что без участия других людей она совершенно бессмысленна. Срок? Две недели, я думаю. Владислав. Я предлагаю, Олег, я предлагаю не пытаться переводить бабушку через здорового как терпение. Человек знает, что он делает. Человек детально проработает. Я тоже ознакомился с документами. На мой взгляд, сама идея замечательная. Там возможно что-то нужно доработать. Но мы об этом и спрашиваем, Александр. Какие ресурсы нужны? Какая помощь для РМ нужна? Очень простая. Просто-напросто... Сейчас, извините. То есть какая помощь нужна? И по поводу времени. Да, с однажды времени тянуть нельзя. С другой стороны, неохота попасть в просадки, где-то не учтя какие-то вещи. Эта задача решается очень просто. Установить лимит, допустим, сутки, сколько. Вы должны установить, сказать, хорошо, я еще готов принимать с точки зрения экспертное мнение, любые какие-то вещи, сколько-то времени, день, полдня, два часа. Назовите время, сколько вы готовы еще принимать? Давайте еще один день. Меня это установили. Сутки, да. За сутки, я думаю, можно все сделать. Кто готов какие-то советы по поводу этих документов, предложения, мнения дать в электронном виде или любым другим способам, Александру Борасовичу? Да. Я все, очень прост. Сейчас, 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 я скажу, посещение. И по поводу ресурсов, Александр, надо просто подумать, типа, может, даже в переписке сказать, мне нужны волонтеры, мне нужны поддержка, мне нужны еще что-то. Да, конечно. Просто нормальный запрос на дополнительные ресурсы, которые не хватает для проекта. Я все здесь написал. Я хочу сказать, что на недобродейство, шляхи референдума следует шукать, но мы сейчас обговорювали все політичной призмой. Чи следует нам обговорювати таки політичной призмой, чи следует нам торопиться с референдумом без конкретного питания в коронии этого референдума? Это не референдум. Это не референдум. Но, кількасть подписчиков шла про референдум? Нет, он посылался на закон про референдум, где он говорит, что минимальная часть общества, которую мы можем создавать. А мы можем взагалі взбирать подписи про действия Громадской Ради, может, но не следует... Это моя пропозиция, моя пропозиция провести додатковое онлайн-оговорение этого проекта, чтобы в каждом заголовке, кто начинает обговорение, было имя того, кто начинает обговорение. Я хочу сказать, что мы хотим мобилизовать общество под какую-то серьезную конкретную измену. Это нужно 3 млн. документов плюс 10% на референдум. Прошу ознайомиться с этим документом. Там про это написано. Прошу ознайомиться с этим документом. Но на мой взгляд, его нужно разработать в следующем случае. Во-первых, слушаю зауважение, что его нужно обговорить за 3 дней, потому что за день, одна людина, как вы его обговорите, 100%. Но вы в любом случае есть за анагазованную людину, потому что вы его создали. Вам нужно минимум 3-4-5 людей, которые будут вам помогать. А это уже надо. Его уже нужно собрать. Три люди, чтобы его обговорить. Раз. Другая, начать консолидацию людей через много людей. Часто все неделю, два. И из-за того, у вас уже будет этот проект готовый, и он уже будет стартовать. Из-за того, как он у меня обговорен. То есть, как он у меня обговорен, другая, и он у меня обговорен, все. Про Громадскую Раду. Громадская Рада принимает решение консенсуса. То есть, мы сейчас можем поставить вопрос на голосование. Одна организация скажет, что мы не поддерживаем, и таким образом проект не будет реализованный. Понимаете? Або будет реализованный окремыми громадскими, там, инициативными группами, организациями, которые берутся за него организации. Но хотелось бы, чтобы этот документ был, мав полностью консолидацию в громадянском обществе, в нашей части. Поэтому у меня есть предложение таким образом, если не запрещено. Было несколько вариантов. Было 24 часа, было там 3 недели для доопрацения. Давайте реалистично, и было там неделю, два и так далее. Давайте реалистично поднимемся. Анатолий, как координатор Громадской Ради Майдана, что мы можем сейчас сделать, как критик, скажем, оппонент Александр, что мы можем сейчас сделать такую проектную группу, так, для того, чтобы мы протягом там доби, грубо говоря, могли бы проработать с конституционалистами, там, с специалистами. Сколько требует времени для того, чтобы мы... Доброе, я снимаю свою пропозицию про добу, 3 доби. 3 доби приймаются, 3 доби встыгнемо? Встыгнемо за 3 доби? А кого предназначено? Встыгнемо. Тогда, слава мои коллеги, мы сегодня обговорили, сейчас, я прошу, прошу, что я скажу. Пан Олег, вы сейчас мне слово. Мы сегодня обговорили таки тоже варианты на стратегической группе, чтобы создать проектную группу, так? Вот мы давайте попробуем сейчас это работать в проектной группе. Есть инициатор проекта, пан Олександр, он на себе бере полностью узагальнение всех пропозиций. Есть Анатолий Башловка, который координатор ГРМ, он, как бы, оппонент группы в каждой ситуации. И вы разом можете выработать, скажем, протяжем трех дней принятие решение, которое будет принять и поддерживать ГРМ, которое будет юридично обрунтовано, которое будет иметь реальную реализацию. Приймается так же? Пане Олег, вы хотели что-то сказать очень коротко. В Конституции визначено, что 3 млн. підписей это минимальная сумма для инициации референдума. Тобто, этот документ не имеет прямой действии. Это просто будет документ, который потребуется для инициации референдума. Анатолий Башловка, который готовится, это важно, чтобы этот проект был кипиковый, чтобы он был развив, чтобы он развивался. Поэтому есть группа, проектная группа Александра Ивачоли, Анатолий Курой, с точки зрения ГРМ. Будь ласка, мы еще 3 дней ждем с вашей пропозиции. Домовились? Да. Приймается так же решение? Есть запрещение с боку ГРМ? Нет. Спасибо. Принято. Ваша инициатива вам ее стонет. Принято. Дорогие, наступное вопрос. Принято. 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 Мы работаем в обычном режиме. У нас необычного заседания в кабинете. Мы працюем в интернете. Завтра подготовлена прес-конференция на 12.00. Тут будет прес-конференция. В спикере будут те, кто едет до Харькова. Три темы прес-конференции. Это Харьковские угоды. Это бюджет Верховной Рады и заседания. И ставление до... Прозористи в селоне. Так. Тому завтра, 12.00, тут будет прес-конференция. Если у вас есть возможность пошарить эту информацию, вона есть на Facebook-сторинке в Майдану. Просто возьмите, лайкните, розшарьте и так далее. Просто, чтобы оно было большого поширения. Буду дуже вдячна. Моя группа працюет, звичайно, не живет. Дякую. Сергій, еще проханье запрошувати на Facebook-сторинку своих друзей. У меня есть проханье для группы. Так как у меня есть досвід и проекти, реализованные в СМФ, это первое. Другое, у меня там довольно кардные стосунки с многим медиа, как с МИИ, про мастерство. Або у меня не ситуативно вашу группу включить, я просто буду по своим каналам распространять. Ну, в принципе, это и так. А с приводу Facebook-сторинки забудьте меня на тему, про материалы. Там можно додать материалы вильного доступа. А, ну. А в группу я включусь. Доброе. Дякую. И с приводу заседания сегодня стратегической группы розглядывались, в принципе, два основные питания. Это первое, питание про прийняття або не прийняття политических партий до Громадской Ради Майдану. На стратегической сессии было решено не приймать политические партии в Громадской Ради Майдану. Но это решение принятое стратегической группой, не в Громадской Ради Майдану. Это наша рекомендация. Не приймати политические партии до Громадской Ради Майдану, адже дуже багато є репетиційних ризиків для післятипового прийняття таких политических партий. По-перше, нас одразу скажут, что мы ничемно відрізняемся від ВО Майдан. По-друге, це мусловий надалі для политических партий в Громадской Ради Майдану как майданчик для найближчих виборів и так далее. Дуже багато ризиків. Поэтому решили это вопрос таким образом, что мы не принимаем, но мы предлагаем политические партии або выйти как создать какую-то инициативную группу, которая проходит за теми критериями, которые уже существуют. То, что они внесли в Майдан, и так далее, и так далее. Або одна из как если у них громадская организация в складе, которая также проходит к этим критериям, входите в таком чему. Это больше юридично, но это не дает представить нам сказать, что мы создадим эту организацию, которую мать. наиболее институте. И второе вопрос, которое было говорено, это Игорь уже про это доказал, есть вопросы, на которые мы можем проект, что можно проводить как проект. Это касается акций, а инициатив, как сейчас. Когда мы создадим проектную группу, которая существует, и до этого существует проект. Это могут быть проекти, как установление палатки, або это может быть достаточно строковый проект, как еще и на букву звучит про отсторонение медвора. Створюется проектная группа, есть координатор проекта, который отвечает за результат и отвечает за самую работу проектной группы. И вкаждающие, в который в эту проектную группу. На этом я ничего не скажу. Все нормально, люди, что мы завтра просто все наши решения, рекомендации, которые вы выполняли, мы завтра вынесем на Громадскую Раду Майдану, детальнее расскажем, будем рады с вами. Как принимает Громадская Рада Майдан? Прийме точку стратегической структуры? А мы вынесем завтра? Хорошо. Какие группы которые разговаривали? Карандин, группа MBA UA. сегодня состоялось рабочее совещание группы по финансированию финансов и учету. Значит, заседание у нас проходило здесь. Мы встречались с представителями общественной организации Институт Республика, на базе которой, которая входит в Громадскую Раду Майдана и готова взяться за организацию финансирования предоставить свои счета. Значит, мы обговорили текущие вопросы, которые если нужно, я их после совещания общего могу рассказать. В нашем информационном ресурсе в Гугл группе вывешен проект положения финансов и есть просьба присоединиться к формированию рабочих органов и присоединиться к проектной группе, которая сейчас строит эту службу. Так что добро пожаловать, я останусь после нашей встречи и пожалуйста можем продолжить. Если есть вопросы сейчас или потом на усмотрение комбинатора мы можем обновить. Её одно питание, я знаю что не забыла только открытый позорный бюджет, и в Харьбе уже протестовали эти методы, нравится эти методы и все. Проект называется openmaydan.com мы с этими людьми уже работаем вместе, планируем. Там не все так просто, потому что шлюзов между 1С на базе чего учат организовать и openmaydan.com нету, мы ищем варианты, если у нас будут ресурсы, ну давайте так, задача сделать прозрачным бюджетом,